Всем здорова, народ! С вами Эдгар. Вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня отвечу на вопрос, стоит ли одевать костюм на бизнес-встречи, насколько это важно. Или можно просто ходить в повседневке и решать бизнес-вопросы, исходя из своего личного опыта. Могу сразу сказать, что когда-то я думал, что не обязательно носить костюм, и все это дело не важно. Можно в шортах и футболочке прийти на встречу с людьми и предложить что-то, и они должны согласиться. И якобы ты там блеснешь своим умом, возьмешь народ умом. В некоторых случаях да, это работает, но очень редко. Работает только в том случае, если ты чуть ли не на 100% уверенный в себе человек. Но это очень большая редкость. Основная часть людей вера в себя где-то на 50% не больше. А то и вообще там никакой веры в себя. Из миллиона человек может быть один найдется, который на 100% верит в себя, и он может прийти и пообщаться, и сказать свое, и доказать свое. И люди даже не заметят, что он вообще голый пришел. Но про это, я думаю, не стоит говорить, потому что к большинству это не относится. Возьмем среднестатистические встречи. Вы хотите развиваться, у вас есть какие-то предложения, вы должны идти на встречу и предложить людям что-то. Так вот, как вы одеты, это очень сильно повлияет. Почему? Потому что в нашем обществе, к сожалению, к большому моему сожалению, люди приучены именно к формату, к рабскому формату, человек, костюм, а потом только что он там хочет рассказать. Так как мы с детства ходим в школы, в институты, в армию, дальше что там еще идет? На работу, конечно же, офисный планктон, так сказать, да? Заметьте, с самого детства людей приучивают именно одеваться строго. Не во всех, конечно, странах, но в большинстве стран, в особенности в России, например, мой ребенок, да, в России и ваш ребенок в России ходят в школу в костюме. По идее, да, ну нафиг этот костюм, ты идешь получать знания, можно одеть обычную удобную одежду, прийти в школу и не напрягаться. Но нет, вот я сегодня с утречка, 2 сентября, сын одевается в костюм, там галстук, в общем, там нужно очень много времени тратить на то, чтобы все это одеть. И пойти в школу, и, в общем, в напряге сидеть и чего-то там учить. Зачем это делается? Просто рабов приучают с детства быть в узде, так сказать, да? К строгости, к контролю приучают. Тем самым, хотите вы этого или нет, большинство людей с детства, пока они вот вырастают, да, прошивка нашего мышления, что костюм есть хорошо, костюм должен быть, и это есть, так сказать, богатство, это есть правильно. И вот, например, все пришли в класс в костюмах, и тут приходит один там ребенок в шортах и в футболке. Как вы думаете, как отнесется к этому учительница, да? Естественно, у учительницы, у некоторых даже шоковое состояние. Не просто там, ну, что ты так пришел, пошутил, что ли? У них шок. Как ты можешь? Вызываем родителей. Нападение у учителя, также одноклассники. Да как ты пришел, ты что, ты должен быть в костюме, там, и все такое. Естественно, мы вырастаем, идем в институты, примерно та же история. Дальше в армии, в армии вообще жесть. Конкретный контроль, да, правила и все такое, там даже рассказывать не нужно. И если вы идете на работу, тоже обязательно костюм. В общем, вся жизнь в костюме. Теперь давайте сделаем вывод, опять зададим этот вопрос. Стоит ли ходить на бизнес-встречи в костюме или в футболке? Думаю, что основные бизнес-встречи приходят те же люди, которые в детстве ходили в школу, одевали костюмы, и у них мозг прошит. Именно под эту программу. Поэтому нужно, хотите вы этого или нет, все-таки применять такие стандартные стереотипные вещи. Костюмчик, галстук, ботинки, часы, какие-то там, не знаю, аксессуары, так сказать, модные, которые на людей очень сильно влияют. На меня лично не влияет это все дело. Мне лично система костюмов не очень приятна. Мне нравится, например, в большинстве случаев, например, вот футболочка, там рубашечка, там по-простому, там, да. И если реально какой-то праздник, да, там одеться, там, красиво. Костюм все-таки красиво выглядит, но он напряжный. Я не против костюмов, просто, понимаете, если его каждый день носить, ну, это реально напряг. Не очень удобно, не очень удобно. И, кстати, замечу такую штуку. Основная часть миллионеров, богатых людей, в основном ходят в шортах и футболках. И вот когда им нужно на какие-то встречи, и они тоже понимают, что это, от этого никуда не деться, они, конечно, одевают костюмы, чтобы выглядеть так, как это воспринимает основная масса людей. Так вот, ребята, одеваем костюмчик, какие-то часы. Заметьте, я вот лично заметил, несколько раз ходил на встречи в обычном формате. Вот мой личный опыт, прям вот жизненный опыт. Я рассказывал людям, как жить, как быть, как развиваться, как делать бизнес. При этом, что у меня, в принципе, хорошо получается. Приезжал на обычной машине. Ну, обычная машина, вон у меня стоит, например, вторая моя машина. Вернее, она моя первая машина. На данный момент является, как второй. Mitsubishi Lancer. Да? Неплохая машина, отлично гоняет. На тот момент, когда я ее купил, она стоила там 600 с чем-то тысяч. Для кого-то это копейки, для кого-то это дохренище. Для меня было тогда дохренище, чтобы эту машину купить. Но для кого-то, когда я ходил на встречи, вернее, ездил на встречи, и выходил, например, из этой машины, из Mitsubishi, там... Как-то людьми не воспринималось все серьезно. Они, вот понимаете, сразу фиксируют этот момент. С какой машины ты вышел? Все, фиксация. И неважно, ты ее в аренду взял. Можно взять в аренду дорогую машину. В аренду взять костюм. Выйти из дорогой машины в дорогом костюме, в аксессуарах, и повлиять реально на встречу. Это реально работает. Потому что, ну, вряд ли человек прям будет вас спрашивать, слушай, а машина твоя? А костюм тоже твой? А часы тоже твои? Ну, люди как-то придерживаются более-менее какой-то такой, типа, ну, об этом, наверное, нельзя спрашивать. Будут думать, твоя, не твоя, но не спросят. И пускай там думают, что хотят, но... В любом случае, ты повлияешь. Поэтому, мой опыт, я приезжал, например, на той же Mitsubishi, да, и люди реагировали. Я просто сейчас сравниваю, знаете, как на тот момент, когда я приезжал, были определенные решения, да? Я приходил к какому-то определенному опыту. И после, когда у меня уже, например, тот же Prado, да, вот Toyota Prado и другая одежда и все такое, в итоге, например, когда я выхожу и какие решения в итоге принимаются, да, я сравнил это со своей предыдущей жизнью, где было Mitsubishi и шматье попроще. Да, кто там ходит и дверями хлопает, запарил. Вот именно, когда я буду ролик снимать, обязательно нужно прийти и хлопать дверями там своей машины. Весь день никого не было, и вот сейчас вот обязательно. Ну, ладно. Главное, чтобы вам это не слышно, но у меня это напрягает, раздражает, начинает. Ладно, хрен с ним. Так вот, просто сбивает с мысли, вот, что происходит там. Я сравнил, короче, предыдущую жизнь в том формате и эту жизнь, например, да, и реально большая разница. Люди реагируют по-разному. И плюс, конечно же, когда ты выходишь из дорогой машины, в дорогом костюме там и все такое. Мне не очень хочется, чтобы люди так реагировали, но в итоге я понял, что без этого никак. По-любому нужно вот подзапариться, купить тебе костюмчик, чтобы встретиться, чтобы человек на тебя посмотрел своим стереотипным мышлением, воспринял тебя правильно в его понимании. И вот, чтобы после этого его мысль, так сказать, его мозг открыл двери для тебя, для правильного в его понимании. И тогда то, что ты ему начинаешь предлагать, он уже воспринимает серьезно. Вы понимаете, насколько это серьезная тема? Да, вроде, ну, что там, костюм не костюм, что да как. Так, если ты приехал не на той тачке, не в тех шмотках, так сказать, да, и вообще, может быть, еще и говоришь не так, как нужно, как принято, например, говорить, то человек, собеседник твой, от которого ты что-то там хочешь, он блокируется. Ты начинаешь ему что-то рассказывать, предлагать какой-то бизнес, там, сделать инвестицию, да, и так далее. И он, так сказать, в домике, он тебя не слышит. Потому что ты ему говоришь, обратите внимание на его взгляд. Он, знаете, такой, типа, ты говоришь, он, ну, типа, да-да-да, ага, конечно. Обязательно, обязательно перейду по вашей ссылке, обязательно, вот. Такое предложение у вас хорошее. Вы, может быть, на этот момент как-то, ну, нужно быть психологом отчасти, чтобы смотреть реакцию человека, да, но в какой-то момент попытайтесь посмотреть ему в глаза. Вы увидите, что все, что вы говорите, идет мимо ушей, он вас не слышит. Просто ждет, когда вы закончите, он красиво чего-нибудь скажет и просто свалит. Пообещает вам, что да-да-да, но все, больше он трубку не возьмет. Почему? И если вы придете, например, в другом формате, в другой одежде и так далее, этот же человек стоит, рот раскрыл и на тебя смотрит. У меня даже, знаете, в несколько раз было в жизни такая ситуация, что я одним и тем же людям когда-то, например, чего-то предлагал, да, и у них типа такая безинтересность, они такие важные, чего-то, чего-то. Потом я перешагнул этап в жизни, там, да, по заработку, и эти люди уже сами обращаются ко мне, и ты с ними уже разговариваешь, так сказать, в другом формате, и у них рот раскрыт, прям видно, что, что бы ты ни сказал, для них это очень важно, все, и они по-другому тебя воспринимают. Один и тот же человек. Вчера он не был согласен, сегодня он согласен. Почему? После того, как я в какой-то момент осознал, что люди все-таки стереотипные существа, так сказать, да, и на них очень сильно влияет именно вот этот процесс, в каком доме ты живешь, на чем ты ездишь, что ты одеваешь, куда ты ездишь отдыхать, что ты кушаешь, ну и все такое. Я, короче, поменял подход. Я поменял подход к жизни. Другая машина, другой дом. Показывать обязательно людям именно эти процессы, потому что люди, что делают, любят понтоваться. Основная часть людей понторезы. Почему? Тоже исходя из своего стереотипного мышления. Так как у людей, например, нет денег, естественно, он хочет выпендриться, и ему нужно вот эти понты, неважно как. Главное, чтобы сказали, о, какой ты герой, ты супермен, ты такой красавчик, и все такое. Они хотят навести какую-то искусственную красоту. И большинство людей так делают, и, короче, большинство людей начинает все так и воспринимать. И мир для них именно так и воспринимается. Поэтому вы должны тоже быть, так сказать, красавчиком в их глазах. и ты свой человек. Тогда он будет с тобой общаться, тогда он уже тебя слышит, тогда он тебя слушает, и тогда он принимает то решение, которое ты ему скажешь. Вот как сильно влияет на людей костюм. Ну, это такое, знаете, слово костюм подразумевается, там, машина, твоя какая-то жизнь, отдых, обязательно делайте фотографии. Вот когда-то я относился к этому, ну, типа, ну, Инстаграм, то нахрен он вообще сдался выкладывать свою жизнь и все такое. Очень сильно влияет на принятие решения для людей. Ну, вроде ты отдыхаешь где-то, да, ну, и как может повлиять фотография, которую ты сделал с отдыха, где ты был. Кому, типа, это надо? В целом, типа, никому не надо. Но ты делаешь фотографию, например, на какой-то машине ездишь, потом ты делаешь фотографию, как ты летишь отдыхать в какую-то страну, в пятизвездочный отель, ты фотографируешь, какую вкусную еду ты кушаешь, да, и человек начинает за этим уже следить. Ага, ни хрена себе ездить на такой тачке, кушает тот, отдыхает там-то, делает это-то, да, тебе уже не надо лезть в душу, тебе не нужно назначать встречи и приходить к человеку и доказывать, что ты сам заработал, разбогател, и твои предложения грамотные, что по твоей системе можно заработать. Тебе не нужно доказывать, понимаете? снимите с себя вот эту запару просто одним даже инстаграмом, да, вконтакте фотки выкладывайте, в инстаграме, вы получается просто показываете периодически свою жизнь и люди видят это сами. Он там один раз типа зашел такой, ну, типа не смотрит, куда ты ездишь, типа нахер ты ему не нужен, но так между делом в его ленте он там подписан на тебя типа так между делом типа ну, такие просто есть типы, я знаю их вроде как ты мне неинтересен, но я так подписался так между делом и потом херах смотрит ух, ни хрена себе тачку себе взял если что-то их зацепит то они ежедневно будут смотреть вашу ленту ленту вконтакте в инстаграме ну, и где вы там в социальных сетях есть, да, они постоянно будут отслеживать откуда ты взял денег чтобы купить такую машину или там я не знаю что-то самолет ты купил получается, что они сами начинают слушать что ты делаешь смотреть слушать и воспринимать принимать эту информацию и ты начинаешь просто уже выкладывать я покушал я съездил а вот например то место где я зарабатываю ты ты вроде ни от кого ничего не хочешь но человек сам понимает что там можно зарабатывать и он заходит туда и он зарабатывает и как только он начинает зарабатывать он понимает что ты прав а как только человек воспринимает тебя таким что ты даешь возможность ему заработать ты для него очень важная система очень важный источник дохода очень важный человек который дает нужную информацию и вот после этого он будет являться твоим так сказать партнером этот человек в твоей команде это есть хорошо это никакая не замануха это никакая не типа искусственность ты действительно такой ты действительно даешь какие-то возможности человек сам пришел к этому сам пришел и сам спросил сам зашел в твою команду и вы вместе уже начинаете работать и продвигаться потому что он уже в твою сторону открыт и ты можешь с ним контактировать нормально или другой случай например ты не хочешь воспринимать этот момент серьезно типа да нахер мне костюмы я и так разберусь и все такое зачем мне инстаграм и группа вконтакте что я буду в социальных сетях светиться все будут на меня смотреть знать на чем я езжу что я кушаю вот больше типа делать нехер всем все это дело показывать это же типа мое тогда у вас остается только единственный вариант приходить и как бы стучаться человеку в душу здравствуйте ты ты стучишься ему в душу и уже сам от него чего-то хочешь ты так сказать усложняешь себе задачу в жизни но можно и так но тогда уже применяйте вот эти стереотипные вещи костюмы как говорить что говорить как стоять как себя держать вот правила вопрос ответ и все такое психология уже должна работать вот но никак не какие-нибудь вот простая штука допустим люди как делают даже фотографии да оденут тот же самый костюм блин а сзади просто срань господня какие-то грязные кастрюли стоят там чашки кружки кошка я не знаю там осталось кучу большую навалить но зато ты в костюме фотография типа бизнес фото вы хотя бы продумываете фон на каком фоне вы делаете фотографию да я даже ролик когда снимаю я как-то ну смотрю на каком фоне снимать потому что человеческому глазу ну как-то приятно да вот я вот вот он я ну и как бы машина да ну какая-то картинка должна быть чистая вот например простая штука я сел в машину прежде чем снимать ролик я позаботился о том насколько грамотно выглядит фон ну вот например здесь валялась подушка дети у меня вот подушки с собой берут машину да она могла вот так вот валяться где-то там потом что там у меня всякие штучки детишки кидают вот тут еще какая-нибудь херня вы начинаете уже отвлекаться типа то ли на меня смотреть то ли изучать что на этом плакате нарисовано а нужно эти вещи вот так вот оп все чистая красивая картинка можно открыть люк например но мне уже блин жарко здесь потому что я даже побеспокоился о том что вот закрыл дверь чтобы шум не шел и не было шумно некоторым людям даже вот на это пофиг на улице орут шум какой-то вы снимаете видео да и естественно неприятно слушать и смотреть ну есть конечно места что без вариантов так но так как у меня есть такая возможность я закрываю машину да но у меня остается жарко но ничего страшного самое главное чтобы вам было хорошо слышно поэтому ребята нужно продумывать именно вот эти моменты это очень сильно влияет вот как ты одет где ты находишься как ты сделал фотографию да быть открытым в социальных сетях очень многие люди не хотят показывать вообще ничего да в соцсетях вот как я буду с вами контактировать очень много людей мне пишет Эдгар вот хочу там с тобой пообщаться и все такое по поводу бизнеса пишет какое-то сообщение и я вижу что у него на аватарке ничего нет или там на аватарке какой-нибудь код или еще какая-нибудь чушь я перехожу на его страничку стена пустая фотографий нету одна фотка шварценеггера какого-нибудь другого инопланетянина и какая-нибудь пустота или какая-нибудь бредятина шутка и прикол имя вообще там три буквы чего-то написано и у него сообщение в мою сторону такое серьезное что хочу там по поводу бизнеса действительно может быть это сидит человек который действительно хочет на тему бизнеса общаться очень серьезными намерениями но вот как мне воспринять это мне пишет какой-то код какой-нибудь дебильной фотографии я перехожу и я не могу это воспринимать серьезно пишет мне какой-нибудь кукушка с фото кота типа давай будем вместе делать бизнес я тебе хочу что-то предложить кто мне хочет предложить кукушка с аватаркой кота вы понимаете что даже я уже так сказать заядлый видеоблогер который уже прохавал все эти темы там фейковые странички и все такое и уже как-то мне не так сильно даже важно там кто как выглядит и все такое но все-таки просто чисто вот как мои глаза воспринимают да мне неприятно не видеть человека не понимать кто это просто кто то ли это взрослый человек с ним разговаривать на вы то ли это может шпана какая-то там да и вообще написаешь какие от тебя могут быть предложения ты еще малой чтобы мне что-то предлагать да вообще чтобы воспринять своего собеседника простейшая вещь ребята заполняйте свои социальные сети грамотно сделайте не одну фотографию сделайте несколько фотографий да чтобы например с кем вы разговариваете он мог перейти и посмотреть и не надо выкладывать фотографии тысячелетней давности как вы там в армии держите автомат это должна быть одна из фоток вы должны выложить фотографии какой вы сейчас кто вы есть сейчас да там может какая-то ваша семья там какой-то ваш отдых в разных как бы форматах кто вы есть да дайте себе как-то знать с разных сторон ты пролистаешь фотографии посмотришь там посмотришь например какую-то музыку слушаешь да аналитику нужно ну чтобы человеку мог сделать потому что например я захожу иногда просто ради интереса у меня очень хорошо работает система психологии я смотрю какой человек музыку слушает как бы встает все понятно какие у него в сохраненках видеоролики вот есть люди которые любят всякую парашу да там какие-то как бомжи что-то жрут чего-то кто-то упал и там отбил себе чего-то вот такие вот всякие ролики у них в сохраненках вконтакте да и для меня понятно сразу что это за человек нормальный человек например не будет такой вообще смотреть тем более сохранять у себя и еще кому-то эту чушь перекидывать и что бы он мне не писал я уже примерно понимаю кто это что он слушает примерно понятно что это за человек потом посмотрел фотки и так далее и просто сделал аналитику и вывод с кем ты имеешь дело насколько он серьезен поэтому прорабатывайте удалите всякую чушь из своих социальных сетей насколько это возможно или разбавляйте тогда более грамотными там теми же видеороликами костюм может быть как на вас как на ваших социальных сетях как в вашем разговоре тоже может быть костюм как это ну ты например можешь написать такой эй слышь братан ты там это давай с тобой там типа замутим какую-нибудь движуху и все будет типа ништяк ну как-то типа так ну я могу это воспринять да я там дворовой пацан скажу да все отлично братан давай встретимся там забьем встречу обговорим все будет чики-пуки и реально я встречусь пообщаюсь и реально нормальный пацан ну просто он дворовой так базарит но не все так разговаривают сейчас в основном принято ну так сказать экспертное там красиво красноречие там добрый вечер доброго времени суток так ну с понтом делая его это все беспокоит когда ты этого уж читай то ли день то ли ночь вот но это понимаете это работает доброго времени суток извините за беспокойство я бы хотел вам предложить что-то 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 ну что вы там хотите предложить какой-то инвестиционный проект бизнес план чего-то чего-то вот рассмотрите буду ждать вашего ответа звонка ля-ля тролля короче вот что-то типа того это тоже система костюм только в сообщении ваши слова одели красивый костюм и вот предоставились нужно над этим работать как бы изучать кто как пишет и как более-менее грамотно не хочется конечно открывать себя показывать это все дело но если вы хотите хорошо зарабатывать и при этом как-то упростить вот эту систему тогда вам придется все вот эти вещи делать без этого просто ну никак это мой личный вам опыт я вам могу сказать что я это все дело прошел я начинал от системы ну слушай братан давай встретимся все будет хорошо и до того что доброго времени суток и все такое да и могу сказать что работает именно доброе времени там суток и все такое ну к сожалению к сожалению мне это не нравится но это так работает почему потому что все мы до сих пор рабы системы вот когда вы перестанете в школу ходить как какие-то дрессированные песики то вот тогда может быть и вы можете в простом формате к людям подходить но для этого нужно несколько поколений но я вот ходил как дрессированный вы ходите и наши дети также ходят все вот так вот ходят везде поэтому к большому сожалению я говорю вот может быть в каком-то там далеком прекрасном будущем люди вообще откажутся от понимания вот какие-то разные шмотки и все такое но это другая тема так что ребята пока пока Субтитры сделал DimaTorzok